Комиксы Манго Манго-мания охватила и свердловские типографии. Уральская фабрика комиксов сегодня самое производительное издательство в России, а ее художницы – единственные авторы, кто создает славянские комиксы на японский лад. Отчего такой интерес к самурайской анимации? История в картинках от Евгения Лапидуса и Оксаны Маклаковой. Комиксы Манго-мания Они не ведают, что поют. Те, для кого японские иероглифы, как китайская грамота, о содержании песен только догадываются. Впрочем, и в переведенных комиксах сложно найти истину. Открываешь первую страницу, а там конец истории. Переживаешь за главного героя, а он оказывается обычным подлецом. Тут нет хороших и плохих. Все так перемешано, что и не разберешь. Это и есть Манго – комикс шиворот на выворот. Синенькая юбочка, длинные хвосты, а еще глаза в пол лица и ноги едва нет ушей. Нестандартные для Востока стандарты красоты, как будто Санны срисовывали. Она сегодня сама таких же рисует. Хобби трансформировалось в работу. Молодая переводчица из Каменско-Уральского забросила словари и с головой окунулась в мангу. С тех пор хроническое недосыпание и такое же хроническое кираку. Радость на японском. От этого просто прет. И получаешь огромное удовольствие. Ты не спишь ночами. Ты гонишь, потому что ты не успеваешь к сдаче, сроки подходят, все. Это жизнь в вечном дедлайне. То есть и ты устал, и ты не выспавшись, и у тебя тени под глазами. И созваниваешься со своими коллегами. А, черт, у меня ничего не получается. Да ладно, здесь надо переделать, здесь перерисовать. Но когда ты заканчиваешь определенные этапы, ты видишь готовый продукт, и ты сидишь и говоришь, блин, как хорошо. Я это сделала, мы это сделали, у нас получилось, и мне нравится то, что у нас получилось. А за это еще и деньги будут. Классно. Как бы считается, да, комикс — это детская глупость. Да, ну что ты, когда ты будешь рисовать серьезные вещи, картины, пейзаж с березками, и когда ты перестанешь рисовать глупых человечков смешных. На самом деле, чтобы нарисовать даже детский комикс, художнику нужно очень много изучить. И это является очень хорошей школой. Ему нужно изучить моду, как одеваются. Причем, если ты рисуешь комикс какой-нибудь в Средневековье, тебе надо знать, как выглядит рыцарь, как оружие. Рисуешь боевик, тебе надо знать, как стреляет оружие. Ты покупаешь пластмассовую модель и стреляешь. Из него, то есть ты позируешь. Ты также должен знать архитектуру, чтобы рисовать панель. То есть ты должен знать композицию, перспективу, владеть цветом, владеть рисунком. Пока поклонники разучивают новые движения японского танца пара-пара, эта пара новую мангу заваривает. За чашкой кофе Анна и Дельфина будущую историю обсуждают. Сценарии, раскадровка, типажи, фаны – все как во взрослом кино. На проработку второстепенной детали типа стола с закусками могут уйти недели. Главную героиню и за два часа нарисуют. На странице 1 герои выходят из дома, на странице 2 герои знакомятся друг с другом и так далее. Потом начинаете планировать, как выглядят кадры. Вот, например, эта страница практически пустая, здесь маленькие кадры. Здесь героиня будет кричать «Ух ты! Какой потрясающий пейзаж!» А все остальное место будет занимать этот, собственно, потрясающий пейзаж. Есть, конечно, общие принципы. Есть жанровое деление. Кроме стандартных, там, боевик, романтическая история, комедии и так далее, есть деление еще и по возрастному, и по признаку пола. Ну, в частности, есть манга для девочек, манга для мальчиков, манга для женщин, для мужчин, манга для студентов. И каждый из них имеет свои жанрообразующие признаки. Существует, конечно, еще несколько, еще одно направление интересное. Это, например, инструкции. В Японии даже на крупных фирмах делают книги, манги, которые, собственно говоря, там, если вот ты менеджер, ты можешь прочитать, и ты понимаешь, как тебе работать. Как работать этим девушкам объяснять не надо. 11 релизов за полгода, 3 книги в месяц. Конвейерное производство. Не завод, но фабрика. Грез, приключений, инструкций. Одним словом, комиксов. Дельфина теперь тоже девушка фабричная. Заведует редакцией русского графического романа. Герои ее романа – маленькие смешные человечки-булкины. Пухлые коротышки совсем не похожи на классических персонажей манги. Да и содержание далеко от житейских рекомендаций. Постаревший Питер Пен, консервативные феи – сказка с налетом обыденности. Крестная фея прилетает и говорит, ну чем я тебе могу помочь? Я могу тебе помочь только предсказанием. А он говорит, может, ты мне лучше памперсы подаришь там или няньку хорошую. Она говорит, нет, 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 давай предсказание. Черно-белая манга добавила цвета в жизнь уральцев. Теперь они поют, танцуют и одеваются, как любимые персонажи комиксов. Арт-терапия повседневности. Цвет волос, глаз и ботинок, как с картинок. Эксклюзивные костюмы и аксессуары. Это косплей, костюмированная игра. Для поклонников манги – не просто привлекательный образ, образ жизни. Человек, он воспринимает мангу-аниме как какой-то, не то что аутотренинг. Воспринимает даже как какой-то, как поход к психологу. Он читает и видит разрешение той ситуации, в какой он сейчас находится. Или видит эту ситуацию со стороны. И это его даже лечит, это ему помогает. Манга успокаивает и лечит. Страхом, в частности. Магазинчик ужасов в магазинах не задерживается. Комикс-страшилка в лед расходится. На книжный сериал, как на мыльные оперы, подсаживаются. Все хотят узнать, чем закончится нарисованная история. У этой сказки обязательно будет свой хэппи-энд. Только не ищите правды в конце книги. Она под первой обложкой.